Девочки, всем привет и мальчики. Начинаем новый влог. Я собралась готовить обед и думаю буду использовать как я свой новый штатив, заодно ну как бы снимать влог. Штатива не нашла, думаю что он остался в машине, поэтому все саду в машину, надеюсь он там. Парковочка, машина стоит одинокая, хоть бы там был штатив, так, где он может быть сзади скорее всего или в багажнике, не знаю. Машину-то открыть сначала надо, тоже мне. Так, вот что у нас тут творится, это насос, а это штатив, который мне нужен. Чик-чик-чик-чик-чик. Все, закрываем и уходим, уходим готовить обед. Чик-чик-чик, закрылась. Закрылась? Молодец. Все, бежим. Ощущение, что я прям прогулялась. Бутылочки с водой нам сегодня привезли, новенькие. У меня там уже, наверное, яйца вовсю. Сварились, наверное, уже. Попробовала поставить штатив, вообще я хотела быть как-то более ближе к вам, но в итоге имеем, что имеем. Сейчас я буду делать крабовый салат и сварю рис, просто как гарнир, и курицу, наверное, замарину. Ну, в принципе, это все, что я собиралась сегодня сделать. Про салаты. Расскажу вам странный факт про салаты. Например, мой муж вообще не ест сметану, не ест майонез, не ест молоко, кефир, не пьет айран, тан, кумыс, ряженку. В общем, ничего из этого. Но при этом он будет есть крабовый салат. В чем его секрет? Он ест крабовый салат без какой-либо заправки. Точно так же он ест оливье. В общем, был у нас опыт, наверное, такой лет 6-7 назад еще. Родители жили в Казахстане. Ну и вот мы приехали. То ли этот был Новый год, то ли что. И, в общем, как-то Леша спросил, есть ли такой же салат, но без заправки. Мама сказала, есть. А как ты его будешь без заправки салат есть? Он говорит, ничего, давайте. И с тех пор он ест эти салаты, крабовые оливье, но вот без майонеза ему нужно оставить. Тогда он с удовольствием все поест. Это я сейчас хочу замариновать быстренько курочку. Маринад у меня будет, не скажу, что какой-то архиинтересный, ничего такого. Я просто добавлю кетчуп, добавлю сейчас чеснок туда. У меня, кстати, довольно стандартный обед получится. Хотя тема питания последние, наверное, уже почти год остро стоит у меня в голове. Недавно я взвесилась и была не то, что в приятном шоке. Я, в принципе, как бы слежу за этим, но все равно 55 килограмм. Это довольно такой вес классный, до которого я хотела дойти, но я не заметила, как я до него дошла. И сейчас я опять немножко сняла все ограничения. Ну вот история, извините за звуки, если они попадут в микрофон, история с ограничениями мне не очень нравится. Но опять же, смотря о ком мы говорим, о каком человеке, я из кадра немножко выхожу, потому что я пошла за горчицей. А в условно здоровом человеке или у человека есть какие-то проблемы, не знаю, с гормонами, гипотиреоз, гипертереоз, аутоиммунный тиреодит, может быть, есть. Или есть какие-то проблемы с желчным, или, может быть, печень, хотя принято считать, что это орган, который может восстанавливаться. Да, может, ну, допустим, печень все равно плохо работает, какие-то показатели АЛТ, АСТ куда-то отклоняются в небеса, и тогда, да, тогда, может быть, и стоит подумать о каких-то исключениях. Но опять же, вот сколько весь год я плотно сижу на этой теме, кого не послушаешь, если это док-мет, в принципе, они ничего не говорят про исключение глютена, они считают, что это никак не воздействует. Если говорить про превентивщиков, которые вот такие сложные протоколы прописывают для понижения антител, то там совсем другая история. Есть люди, которые просто уходят на овощное питание, сельдеревый сок, да, это та же, но я миксую все эти способы, чтобы быть, скажем так, здоровой. Опять же, я вспоминаю, как я мучилась со своими суставами на руке. Вообще, у меня было жутчайшее воспаление, я пошла в центр ревматологии в Москве, забыла, как он называется, имени кого, к сожалению. Меня проверили с ног до головы, проверили мочевую кислоту, она была там повышена, но мне сказали, это как бы вариант нормы. На разные факторы я сдавала, все отлично, вы здоровы, я говорю, а что мне делать с моим этим пальцем больным, как мне вот с ним дальше жить? И в итоге всякие разные исключения в питании мне помогли. Ну, плюс я там, конечно, дорвалась до некоторых добавок, очень много читала, изучала. Сейчас у меня не болит этот палец, у меня просто опухал, опухал, ужасно как-то это все было. Ну, справилась и не с превентивщиками, и не с докмедом. Это я все к чему? К тому, что на питание чаще начинаем обращать внимание, когда уже у нас что-то не так с организмом, что-то сильно не в норме. И тогда вот берешься за голову и думаешь, а что я ем, а как я ем. Ну, тоже у меня это все было постепенно. Сначала я осознала, что я 69, там, под 70 килограмм. Потом я поняла, что я уже, в принципе, особо не смотрю, что ем, что есть, то и ем. Сколько хочу есть, столько и ем. Это чуть ли не знаю, не развлечение взять, поесть. Почему бы не поесть? И все было почему-то в таком состоянии. Я знаю, почему в тот период у меня так было. Ну, сейчас это все прошло, и сейчас это все под контролем. Сначала, по-моему, мы начали, вот я прилетела в Дубай, муж такой, он тут уже, кстати, активно похудел. И я начала есть больше огурцов. Я все утопила, вот эти огурцы, это так супер, они вот там занимают пространство в желудке. Даже можно там есть пельмешки манты с огурцами, и все будет хорошо. Ну, там снижается количество углеводов, количество такой пищи тяжелой, потому что сразу тяжело отказаться. Это был шикарный способ войти в эту струю, есть больше овощей. А, соль-то я не положила сейчас. Потом, значит, вот у меня начинались всякие эти проблемы. И я там начала какие-то вот эти ограничения небольшие вводить. Потом был центр, где мне сказали, что я абсолютно здорова. Потом мои ограничения стали чуть серьезнее. Соль сколько кладу? Соль, кстати, это супер. Если не перебарщивать, я не перебарщиваю. Как-то постепенно-постепенно я ушла на совсем строгое питание. Мне страшно с него было сходить. Я боялась углеводов, потому что я еще одну девочку смотрю, которая на таком питании была, но она молочку не исключала, половина видео с обрезанной головой. В общем, она тоже об этом говорила, что сложно как-то вот и вес сразу добавляется. Ну, понятно, что я там убивала двух зайцев. Просто я не хочу сильно говорить о здоровье. Все так индивидуально, но в целом я все-таки придерживаюсь того, что вот как мы питаемся, так мы себя и чувствуем. Потому что больше у меня никаких серьезных убеждений, кроме этого, у меня нет. Только вот про питание. Я вот помню, что со следующей недели я начну себе отваривать гречку. Вот со следующей недели я начну отваривать гречку. Я настолько дошла до того, что я ем авокадо, курицу, траву, яйца я не ела. Там вот это был воспалительный продукт, я его исключала. Сейчас я ем яйца, кстати. И там посленовый не ела, много чего не ела. В целом это было для меня неплохо. В целом было даже окей. Но потом я все-таки пришла к тому, что хочу немного и того поесть, того поесть. Вот у меня было так, наверное, пару месяцев. Про бады ничего не буду говорить. Это все тоже такая индивидуальная история. Потому что помимо вот этому движению, кто пропагандирует бады, появилось какое-то контрдвижение. И это все так нужно самому принимать решение, изучать или быть приверженцем какой-то определенной области, чтобы уверенно о чем-то заявлять. У меня такого нет. И я пытаюсь убалансировать. Например, магний пью, витамин Д пью. Там селен, да, пью, йод пью. Но тоже это не всем как бы подойдет. Там нужно разбираться, какую форму магния ты пьешь, какую форму йода ты принимаешь. Чтобы потом меньше лазить на верхотуру. Пурица маринуется. Рис я, да, хотела сварить и крабовый. Сейчас крабовый можно сделать. И такой вот будет вкусненький прием пищи. Как вы понимаете, в крабовый салат я не буду добавлять рис, потому что он у нас и так будет на гарнире. Да я и вообще, в принципе, не люблю рис в крабовом салате. Как-то не очень к нему я хорошо отношусь в этом салате. Не знаю почему. Потому что, наверное, привычки из детства. Мама, например, не готовила с рисом. Готовила без риса. Ну, так оно и осталось уже во взрослой жизни. Я вот даже не знаю. Влоги мои по 15 минут. И сейчас я уже минут 15 уже точно разговариваю. Насколько это приемлемо. Ну, и что касается питания. Я публиковала в телеграм-канале книгу, которую я начала читать. Про печень. Про очистку печени. И там есть небольшой такой, как бы, курс на 9 дней. Вот думаю, нужно ли мне это. Нужно ли мне чистить печень для более высокой бодрости. Для более хорошей конвертации. Витамина Т4, ой, витамина, гормона Т4 в Т3. Или моя печь не так хорошо работает, и все происходит и так замечательно. В общем, такие мысли меня посещают. О, здоровье! Все. Вот это самое главное. Когда ты утром проснулся, тебе хочется что-то делать. И ты идешь и делаешь, ты не откладываешь ничего. Знаете, как бывает вечером себе всего напридумывал, что ты будешь делать завтра. Просто горы свернешь, а утром встаешь и делать вообще ничего не хочется. И, ну, делаешь, конечно, но через силу. Вот это самый дурацкий вариант. И на это можно повлиять через питание. Главное, сейчас буду готовить вообще не самую исцеляющую еду, что называется. Веду такие разговоры. Вообще, демонизировать еду ужасно. Потому что, например, еще такое не очень классное воспоминание. Буквально было недавно. Вот я не ела глютен, молочку и сахар буквально там полтора месяца. И когда мы решили, что мы поедем на пикник, вот последний влог, предпоследний, последний, перед этим. И мы там будем есть и молочку, и хлеб мы будем есть. Честно говоря, нельзя было меня остановить. Так мне хотелось как-то побольше этих бутербродов съесть. Ну, понятно, в дороге, там, два часа в пути. Мы как-то особо больше ничего не брали. Вот какие-то привычные продукты, которые я всегда ем. Поэтому, может быть, у меня там такой был полусрыв, как будто это кровь, а я вампир. Настолько мне хотелось хлеба и сыра. У нас всегда была такая штучка круглая для того, чтобы порезать яйца. А из-за того, что много мест жительства, то ли она вообще у родителей, то ли это где-то на другой квартире или в Дубае. Есть ли она? Я не так часто режу салаты, поэтому у меня прям сейчас замешательство. Ну, видимо, все придется порезать ножичком. И это будет окей. Настроение Новый год. Я свечку зажгла, потому что у меня вот это вот настроение, уюта домашнего очага. Ну вот сейчас мне очень нравится снимать влог. Я просто обычно живу свою обычную жизнь. И процесс идет. Все-таки влоги, когда куда-то выезжаешь, когда что-то вот там такое снимаешь, необычные места посещаешь, они тоже хороши, они тоже прекрасные. Но я не знаю. Сама-то я обычно смотрю девчонок, которые снимают свою рутину. Мне как-то уютнее смотреть рутину, когда я дома, а я не дома. Ну, хотя тоже разное настроение бывает. До Нового года, кстати, 40 дней осталось. Представляете? У нас еще нет никаких мыслей по поводу того, что у нас будет на Новый год. Прошлый Новый год мы отмечали с родителями в Москве. Позапрошлый Новый год мы ездили в Оман. Было классно тоже. Но мы еще ни один Новый год не отметили в самом прям Дубае. Ну и, соответственно, в этой квартире мы тоже первый Новый год будем, поэтому, может быть, мы просто останемся дома. Я сделаю селедку под шубой, запечем какую-нибудь курицу, я не знаю, кого угодно, какую-нибудь птичку. И пюре. Почему-то мне хочется пюре самого простого Нового года. Ну и какой-нибудь вот салат типа Оливье или Крабового мужа. Вот так вот все свелось к привычкам, которые идут из детства к праздничным. Ни о каком питании дальше не говорим. Но про те 9 дней очистки печени, о которых, я думаю, там нужно много есть. Но есть растительное разное всякое питание, траву, смузи там яблочные, банановые, киви, что-то еще. В принципе, на 9 дней, я думаю, это могло бы быть для меня нормально. Хочется себе помочь, а не навредить. Такие вот у меня мысли по поводу питания. Главное, чтобы не было потом компульсивных перееданий или жестких ограничений, приводящих к РПП. Моя цель вообще прийти к такому питанию, чтобы есть все, в принципе, да. Это, опять же, я говорю об усредненном варианте, когда у вас нет никаких проблем с гормонами, с желчными, с почками, с печенью. Бывает, ты ешь все правильно, питаешься правильно, у тебя, например, кишечник не функционирует, не переваривает, не перерабатывает, не берет нужные элементы. У него там не хватает каких-то его мощностей, опять же, благодаря какой-нибудь засоренной печени. И, в общем, этот постоянный круговорот, где ты себя вытаскиваешь. Мне кажется, раньше было проще, меньше было всякой вот этой бесполезной пищи. Магазины так не ломились, и как будто бы люди были чуть здоровее, чем то, что мы имеем на сегодняшний момент. И то, что нам приходится как бы искусственно постоянно контролировать, контролировать, что мы в себя закладываем. Так, это мы убираем. Свежие огурчики, конечно же, сейчас мы добавим. У меня прямо на глазах рождается идея моих выпусков с комплексными обедами. Ну, это, конечно, нужно будет подумать об этом. Может быть, поразбирать реально какие-то интересные темы. Сейчас я, поскольку готовлю, я задумалась про питание и начала рассказывать и говорить про питание. Но если бы я не готовила, то я не знаю, о чем бы я, какая следующая мысль бы ко мне пришла. Вообще, конечно, у меня есть много что порассказывать про наши ситуации в Эмиратах. Но тоже не знаю, насколько это будет уместно. И насколько это вообще будет интересно. Потому что, в принципе, в прошлых влогах я часть каких-то историй стараюсь освещать. Но никогда... Всегда с позитивной, в общем, стороны все это происходит. Нужно будет об этом подумать. Все. Дорезала. Остается только кукурузу положить в салатик. Ну и потом, кому надо, майонез или что-то вроде этого. Кукурузу искала в стекле, но в стекле почему-то не нашли. Говорят, в стекле это более полезная история была бы. Так. Все, пошла кукуруза. Решила приготовить рис самым простым способом. Достала скороварку. Сейчас быстро обжарю лук. На масле кхи. У меня вот такая огромная пачка. У меня есть овощи замороженные. Рис бурый. Я его уже промыла. Вот такой вот рис. Брали на Амазоне. И просто самый быстрый и какой-то самый легкий обед получится. Вообще, я обожаю скороварку с моими вот этими качелями по питанию, где я вот иногда не ем глютен. Я просто туда добавляю кабачок, лук, чеснок, курицу, соль, перец. Закрываю и жду. Если я хочу просто прям вот такого жиденького супчика, больше воды добавляю. Если я хочу что-то типа овощей в небольшом соке, соответственно, меньше воды. В общем, как не сделаешь, получается очень вкусно. Немножко плачу от лука. Ходит на обжарку. Ручок. Так, это мы убираем. И я сейчас туда добавлю овощи. Брокколи, морковь, пепуруза. В общем, должно быть супер. Поражаюсь возможностям этого штатива, насколько он легкий, как его удобно эксплуатировать, по-разному сгибать, разгибать. Просто вообще с любой стороны можно поставить. Покупали мы его для пустыни вообще. Оказывается, он, в принципе, мне нужен был. Просто я об этом не догадывалась еще. Так, это все ножички, которые мне вроде как больше не понадобятся. Я все время себя дергиваю, что не нужно торопиться. Не нужно торопиться. Можно как-то более расслабленное все делать. Ну нет, тороплюсь. Так. У меня сегодня будет экспериментальная готовка риса в этом приборе. Но надеюсь, все удачно срастется. А так, конечно, я вас далеко унесла. Возвращайтесь поближе. Бурый рис полстакана. Высыпаем. Подобжарю. Масло к хит всегда потрясающе вкусно пахнет. Ну и теперь соль кладем. Возьму ложку, чтобы не переборщить. Добавляю водичку. Что-то, что у меня тут на стенках. Убираю. Ну и попробуем это дело все закрыть. Сразу поставлю курочку. Потому что рис варится там 10-12 минут. Курочка будет готовиться подольше. Как хорошо с этими всеми приборами. Ничего не надо варить. Ничего не надо жарить. Просто все заложил и забыл. Поехали. Все, я свободна. Смотрю на размер салатика на чашечку. Думаю, ну как-то вот... Не мало. А ведь нас двое. В общем, все-таки на один раз пока не получается готовить. На один прием пищи. Так, все. Курочки осталось готовиться буквально вот 20 минут. И рису 8. В аэрогриле частенько запекаю одно яблочко утром. Прям в режиме овощей на 18 минут. Получается супер. Ну, киви чаще едим с мясом. Бананы сладкий десерт. Апельсины уходят в соковыжималку. Огурец просто один остался. Я его сюда тоже кинула. Рис. Приготовился. Классно. За 12 минут. Вообще идеально. Я решила положить все поаккуратней. Через вот такую вот форму убираем кольцо. Не знаю, будет ли ее видно. Сейчас я ее положу. Может побольше. Себя тоже не обделяем белком. Непривычно. Никакой зелени. Ну, такой вот сегодня будет обед. Себе немножко добавки, кстати. Ой, добавки. Заправки положила в салатик. На этом с вами прощаюсь. На этом с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился этот формат. Просто вот нескончаемый. Увидимся с вами в следующем влоге, в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok